Рыбаки, здорово! Наконец-то вырвался в этом году за щукой на живца. Буду ловить в ночь. Также ни разу не пробовал здесь ловить вечером, летом. А весной проволон ничего не поймал. Может, даже с вечера буду поклёвки, потому что погода классная. Ветра нет, совсем тихо. Также в хвосте рыбаки сидят. Если рыбаки есть, значит, клюёт. Вот так вот. Также буду ловить на свою стандартную снасть. Покажу её, потому что некоторые в комментариях пишут. Там смотрят одно видео на канале. И первое видео, конечно, вышло не очень удачно. И там не получилось много чего заснять. Поэтому пересниму ещё раз. То есть покажу всё заново. Снасть, как насаживать живца и всё остальное. И, кстати, в основном ловлю вот в таких вот закутках. Потому что ставил вот в этих местах нету щуки. А именно где вот такие вот есть, как сказать, проплешины, заводи. Тут уже есть поклёвки щуки. Также взял два спиннинга. Попробую плотвичку половить на донку. Может, ночью что будет клевать. Щуку ночью, наверное, не будет брать. Посмотрим. Ни разу я тут не ловил ночью. Тоже он травишек немножко взял. Снасти. Такие вот стандартные. Ну, сейчас всё ближе покажу. Так сказать, поточнее. Ещё рыбаки подтягиваются. Тоже, кстати, такая же снасть на живца. У живца я, конечно, запас много. К сожалению, только крупноват. Вот такой вот. Ладно, пойдёт. Другого нет. Так, для ловли я использую вот такие вот спиннинги. Потому что они маленькие, удобные. К примеру, если вы живёте в городе, и вам там нет машины, и нужно съесть на рыбалку. То есть купили два таких спиннинга, кинули их в пакет или в рюкзак, банку туда, штук пяток живца, и всё, пожалуйста. На любой пруд, на любом транспорте, хоть на велосипеде. Очень удобная вещь. По себестоимости сам спиннинг рублей 300-350, 2,4 метра. И катушка Кобра. Ну, она 250-я. ЦБ-40 называется. Вот так вот. Покупала их давно по 200 рублей. Сейчас, может, чуть дороже, если вообще такие есть. И раскладывается данная снасть очень быстро. То есть тут всё на месте, ничего привязывать не надо. Так, ослабляем леску. Двойник снимаем. Всё. Осталось выставить глубину. В данном пруду это около метра. Включая поводок. И всё. Насаживаем джинца, забрасываем. Снасть готова. А, к примеру, если у вас будут двухсоставные спиннинги, то их, конечно же, приходится сматывать и снасть. То и дело нужно будет привязывать. Это ещё дольше времени. Так. Следующая леска. Идёт карповая. Единственный минус при такой ловле нужна плавающая леска. А здесь она карповая, тонущая. 0,35. То есть толщина на поклёвки никак не влияет. Так. С другого конца идёт двойник. Если не ошибаюсь, то это первый номер по классификации китайской. Первый, второй номер я ловлю. Также заказал ещё второй номер с решёткой. Но они слишком крупные. Кстати, я их тоже покажу. И уже другой фирмы. Дальше идёт поводок. Такой вот сантиметров 20. Силиконовый стопор, который фиксирует у нас грузило. Скользящий грузило. 7-миграммовый идёт стандартное. Можно. Я использую от 5 до 10 грамм. Это вполне достаточно. И поплавок. Дартс. Использую его, потому что стоят они 20 рублей штука. И даже если где-то зацеп оторвали, и не жалко. Наподобие есть ещё живцовые специальные. Они уже идут от 100 рублей за штуку. Это, блин, дороговато, конечно. Такой будет жалко отрывать. И всё. Кстати, если будут такие же живцовые, скользящие, то тоже очень удобные плавки. То есть выставляем глубину. И чем больше глубина, тем выше поднимаем грузило от поводка. Оп. И всё. Поводки можно любые использовать. К примеру, на зимней жерлице я использую вообще сдвоенную леску. Тут же можно абсолютно любые. И всё. Осталось только насадить живца и закинуть удочку. Так, есть первая поклёвка. Клюнул прямо у берега. К сожалению, плетёнка зацепилась. В леску сматывает. Тихонько-тихонько. Вот-вот натягивается. Плетёнка врезается. Шпули плохие. Ладно, буду потекать. Опа. И вырвал. Вырвал живца. Всё-таки нужно ждать подольше. Живец крупноватый стоит. Теперь будем ждать подольше. Принцип такой же, как на зимней жерлице. Она свободно стягивает, заглатывает и вытаскиваем. Сейчас, возможно, я поспешил. Сам же допустил свою ошибку. Слишком рано. Живец вот такой вот здоровый. Мельче что-то не клевал. О, есть поменьше. Насаживаю как под жабры. Раз. Завели. Крючок-двойник. Проздели. И в рот красиво. Всё, снасть готова. Комары только заедают, блин. Никакие спреи не помогают. Так, шпуль я оставляю открытый. То есть, как я уже не раз повторял, принцип как на зимней жерлице. Щука берёт, свободно сматывает и заглатывает. Если, ну, в этом пруду нет коряг. Тут есть в одном месте, но это ближе к той стороне. Поэтому я свободно отпускаю. И стены с такой толстой леской я свободно вытащу. Если же в пруду есть коряги, то шпули обязательно закрывайте. То есть, закрыли и всё. Лески там дали пару метров запасу. И закрывайте. А так леска будет свободно сходить. Так, разве что немножко наклонить нужно будет. Так, плетёнка не очень хорошо сматывается со шпули. Так, первая поклёвка есть. Ждём следующую. Так, ещё раз продублирую, как насаживать живца. Потому что много раз писали. Другие видео не смотрят. Одно посмотрят. Говорит, не показал. Опа, ушёл. Почему используют двойники? Потому что их просто очень удобно саживать под жабры. Дройники, они, если тут вот идут спайные, то двойники разделённые. То есть, мы с поводка снимаем тут карабин. Поводок жёсткий. Вот так вот. И заводим просто под жабру. Тут у нас получается вот такая вот петелька. И в петельку уже заводим двойничок. Вот так вот. И уже потом заводим в рот карасю. Можно насаживать за спинку. То есть, как вам удобнее. Кстати, если насаживаете за спину, то просто дальше можно закинуть. Так карась покрепче держится. И всё, идём забрасывать. Кстати, если в магазине увидите вот такие подставки, то покупайте. Очень удобные. И берите длинные. Потому что есть и совсем коротенькие. И на плохом береге они просто держаться не будут. А данные подставки, то есть, любой берег длинные, так вот зафиксировали. Их, тонет. То есть, вот так вот я её утопил. И всё. Тут может три положения быть. Опа. Всё готово. Также, почему использую эти удочки? Да просто потому, что их в люльку кинул. И всё. А если уже катушки какие-то подороже использовать, блин, или удочки, то уже как-то в люльку их кидать не совсем охота будет. Если, к примеру, нормальные покупать, это от тысячи, от полторы. Более-менее такие. Про дорогие уж совсем я ничего не говорю. А данную катушку кинул и забыл. Ей совсем ничего не будет. Хоть в воде её утопи. Она всё переживёт. Помельче ей живёт. Тоже под жабры. И в заброс. Тоже подожди. 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 Склизко тут, однако. Вот так вот. Эх, блин, красотища какая. Вообще прям классно, погода изумительная. Ветра практически нету, тишина. Теперь только осталось щуку поймать. Так, ещё одна поклёвка прямо у берега. Буквально при мне. Блин, мухи, комары съедают. Так леска пока не идёт. То есть забрасываю я далеко. Они потом по плавке подплывают к берегу карась. И тут уже происходит поклёвка. Буквально вот метр три-четыре от берега. То есть утащил под воду. Момент поклёвки я знаю. И вот начинает тихонько-тихонько повела. В сторону пошёл. Сейчас как леска будет быстро сматываться, буду подсекать. Оп-оп, леска натягивается. Камера без зума. На неё мало что вообще видно. Вот тихонько вот идёт в левую сторону. Так, прошло ещё пару минут. И вот есть потяжка. Вот смотрите леска. Ну тихонечко сматывается. Сейчас резкий удар был. Смоталась и остановилась. Ладно, буду тащить. Уже достаточно времени прошло. Так, подсекаем. Есть контакт. Что-то хорошее либо в тени. Вот она красавица. Опа! И ушла. Но небольшая была, блин. Живец всё-таки крупноватый. Вот так вот изъела его бедного. Ладно, живца отпускаю. Насаживаю нового. Но всё равно бы отпустили. Не очень такая крупная. Хотя бы поклёвки есть, блин. Всё, перезакидываемся. Как говорится, есть контакт. Так, ещё одна поклёвка на эту желудочку. Уже тащит, блин, сильно. Так, вот. Опа! Есть контакт. О! Тут уже хороший. Хотя нет. Смотрите, где крючок. То есть, получается, как забагрил, что ли. Вот где крючок. Вот такая вот красавица. Но небольшая. Вот они как раз сбивают живца. Такие. Сантиметров 30. Но мне кажется, ну, грамм 500. Блин. Опа! Первая щука в этом году. Склиска. Да стой ты, отпущу я тебя. Всё, отпускаем. Так, сейчас. Так вот и. Ух ты. Вот, ушла. А, нет, вот сидит. Оп, ушла. Так, было три поклёвки. Это буквально я приехал сейчас максимум. И одну вот удалось вытащить. Ну, и те две, мне кажется, были такие. Карась великоват. И она никак не может зацепиться. Ладно, перезакидываю. Надеюсь, крупняк-то подойдёт. А он тут есть. Да, живца, конечно, покромсала сильно. Бедный живец. Так, этого отпускаем. И за новым. Так, уже ещё одна поклёвка, блин, на эту удочку. Леска в натяг. Тихонько-тихонько смотрит. Пошла, пошла, пошла. Оп. Есть контакт. Оп. Точно такая же, даже меньше. Блин. Живца чуть-чуть покусала. Блин. Так они мне всего живца перебьют. Сейчас нужно будет спиннику покидать. Вот такая мелочь мне не нужна. Опять поклёвка на ту же удочку. Либо с местом угадал, либо с глубиной. Ух, как тащит. Ух ты, ух ты. Наконец-то что-то хорошее. Ух ты. С травой идёт. Опа. А вот это уже берём. Вот это уже берём. Опа. Наконец-то. Ну, заглотил знатно. Сейчас всё покажу. Травее. Так, камера хоть снимает, что ли? Ага. Такая вот красавица попалась. Смотрите. Так вот на солнце. Ну, это уже под килограмм. Килограмм, конечно, не будет. Но я беру, потому что тут особо крупных нету. Сам большой ловил где-то под два. Это уже сойдёт. Мельче будем отпускать. Так, по поводу того, как заглотило. Зимник я не взял. Но если щука чуть крупнее, чем вот я отпустил, то заглотывает вот так вот. Ух ты. То есть её уже даже, если захочешь, не отпустишь. Крючок. Бля. Сильно оживаешь. Так. Сейчас я покажу. Вся в слизи. То есть вот живец. Видите, шишка? Тут живец уже с крючком. То есть крючок, если тут уже вся голова, то крючок где-то здесь. Смысла вытаскивать его нету. Сейчас буду обрезать и вязать новый. Так получится просто быстрее. Ладно, перевязываю. Ну, как говорится, с почином. Первый улов. И да, кстати, я говорил про крючки. Вот эта фирма, Danol, если не ошибаюсь. То есть номер два, чёрточка, ноль, решётка. Это очень крупные крючки. Но идёт, кстати, упаковка классная, удобная. Я заказал уже поменьше размер. Если те крючки шли за 100 с чем-то рублей 20 штук, то тут уже за эту же цену 10 штук. Но крючки классные. Пролока толстая, прочная, но чересчур здоровые. Я поменьше уже заказал на два размера. Ладно, эти пригодятся. То есть коробка всё прочная, такой пластик. Очень удобно. Ссылочку оставлю в описании, если кому понадобится, заказывайте. Блин, очень странно. Не знаю, но глубина вроде везде одинаковая. Но тут уже было, наверное, четыре поклёвки. Вот рядом уночка стоит, одна поклёвка, другие тишина. Мне кажется, всё-таки место такое. Сейчас ещё тут спинник покидаю. Ещё одна поклёвка опять на эту же удочку, блин. Эх, сорвалась. Тоже карася, блин, покоцывал, но ещё сойдёт. Опять на эту же удочку. Что такое? Я такое первый раз. Ну, уже, наверное, пятая, то ли шестая поклёвка. Обычно и на другие тоже поклёвывает. И спинники дают тишину. Можно, пока клёвого нету, и кофейку тяпнуть. Так вот. Эх, красота! Так вот. Кофей готов. Кофей готов. Что-то после поимки, вот той последней, ещё там поклёвка была, больше поклёвок не было. Пока вот тишина. Живец уже всё равно не так плавает на месте, в основном стоит. Так, он немножко. Теперь, скорее всего, уже поклёвки будут с утра. Ладно, будем ждать. Так, значит, тишина, всё. Сейчас вот хочу перекинуть. Маленько расцвело. Но всё равно ещё темновато. Живец абсолютно весь целый. Так вот, запутала немножко. Но ничего. Будем ждать. Так, есть поклёвка. Немного расцвело. И сразу. Первая поклёвка. Поклеск вот стягивает. Блин, только ещё темно. Не видать, куда уходит. Ну, живец тут крупный. Не в кусты повела. Вот тут, к примеру, как заводь. А уходит вот в ту сторону, в сторону плотины. Буду потекать. Буду потекать. Конечно, живца нету. То есть мелкая щука сейчас просто замучает, блин. Вот так вот. Так, ещё одна поклёвка. Вот в леску сматывает потихоньку. Оп-оп, как пошло. Ну, небольшая опять. Прям мелкие. Да, блин, к сожалению, что-то мелочь. Так, что-то опять мотает. Глубину уменьшил. Сделал, прям, наверное, сантиметров 50. Опа. В этом углу травы очень-очень много. Вот опять завела в траву. О, есть что-то есть. Опять мелочь. Что такое? Как? Хотя нет, мелочь. Издалека оказалась мелочь. Так, вполне себе приличная щука. Так, сейчас выйду отсюда. И заглотила очень-очень сильно. Ух ты. В общем, такой вот экземпляр. Довольно-таки неплохой. И сейчас комары золочили. Да, заглотила. Поэтому берём. Ну, как вторая. Первая отпустил, маленькая. Это уже побольше. Блин, оттянулось легко. То есть попался на вот такую вот глубину. Ну, тут метр точно нет. Сантиметров, наверное, 60-70. А до этого стояла намного больше глубина. Всего одна поклёвка была. Чуть уменьшил. И вот сразу результат. Вот так вот. Поближе к кустам. Так, ещё поклёвка даже улочку гнёт. Здесь вот смотка идёт. Буду подсекать. Я как далеко ушла. И сошла. Карася покоцала. Карася покоцала. Кстати, сильно побила. Надо было время чуть побольше дать. Поспешил. Поспешил. Ладно. Справимся. Исправимся. И ехать на ту сторону почти утащил. Крючок вылетел. Вот они, вот такие вот шнурки. Просто живец для них большой. Они вот цепляются. И вот сейчас она прям тут слетела. Но это, наверное, прошло годки, если я не ошибаюсь. Может, уже им третий год. Точно не скажу. И вот они в основном сбивают живца. Если использовать, например, живца помельче, то они отлично будут цепляться. Ладно, отпускаю. А щука чуть покрупнее. Уже свободно заглатывает живца. Вот как эти вот две предыдущих экземпляра. То есть они в заглот. Я еле отцепил. Перешел на новое место. Только закинул сразу щелчок такой аж был. И начала сразу мотать. Он в сторону прям тянет в кусты. Прям сильно мотает. Надо потекать, иначе в кусты уйдет. Есть контакт. Ух ты. И сошла. Блин, жалко. Так вот сматывает. Ух ты, ух ты. Надо потекать. Так. Что-то есть. Через траву и камера садится в самый неподходящий момент. Ух ты, ух ты. Такая вот красавица. Ну тоже, они вот стандартно идут. Мне кажется, она сантиметров 40-30. Вот так вот. Рулетки нету замерить. И вот сбивает живца. Живец крупноват все равно. Ух ты. Опа. Плыви, плыви. Все равно же отпущу. Опа. Ушла. И очень много сходов. Именно вот такая вот щука. Чуть покрупнее заглатывает свободно. Вот такая сбивает. Либо плохо вообще цепляется. К сожалению. Вот такой вот живец. Он крупноватый все равно, блин. А мельче нету. И щуки крупнее почему-то нету, блин. В основном как стандартно идет. Мерный. Что-то на донку поклевывает. Пара ударов таких не сильных было. Трофей. Такой вот сразу отпускаю. Фига, как удочку гнет. А почему леска не сдает? У берега прям. Так, камеру. Не понял. Что-то туго все идет. Как скользко. Напоследок клюнуло. Уже собирался. Ух ты, ух ты какая. Да, казалось. Ух ты, свечка. Фух, собирался уже. Улочки половину собрал. И вот такая вот попалась. И заглотила. То есть прям в заглот. Так вот. Надеюсь, что на камеру видно. Так что придется, блин, брать. Ну, килограмм, конечно, не будет. Но засолить пойдет. Да засушить. А так где-то часов с пяти клев полностью перестал. Сейчас уже семь. И вот, считай, за два часа одна единственная поклевка. В общем, вот такой вот сегодняшний улов. Все они заглотили. Поэтому смысла отпускать не было. Всего шесть штук я поймал. Трех отпустил. А так поклевка, мне кажется, штук двенадцать-пятнадцать точно было. Но щука мелкая, живец крупный. Она либо живца режет и не цепляется, либо к берегу подводишь, и она слетает. Так даже лучше. То есть щука точно выживет. Вот ветер поднялся. И все удочки стал к берегу прибивать. Да и клев перестал. Как ветер только поднимается, сразу клевать перестает. В общем, снасть работает. Пользуйтесь. Рыбу ловит. Как говорится, проверено. Ладно. Спасибо, что смотрели видео до конца. Всем пока.